Всем привет, друзья! И сегодня, значит, я сейчас подготовил, получается, разбор сразу два матча, то бишь на один матч на пятницу на Кёлингамбург, да, у нас начинается вторая немецкая бутылеслига, и еще одна игра на РПЛ на субботу, то бишь на третье августа Акрон Динамо. Дубль 2, потому что я снял два видео с выключенным микрофоном. Вы прикиньте, реально не увидел, что с выключенным микрофоном. Короче, два видео, полчаса сидел, разговаривал в холостую. Но да ладно, надеюсь максимально на вашу поддержку. У нас с вами вчера был день очень и очень успешный. У нас с вами вчера, получается, в лайве, да, я вчера в мой телеграм-канал, ссылка на который есть в комментариях, между прочим, скидывал сразу два варианта в лайве. Фурноль на ФКСБ, то бишь на румынский Стяву, за 1,9 зашло, и Фурноль на Краснодар в Кубке России против ЦСКА тоже зашло. У нас еще вчера, получается, по Ютубу, да, 2,4 зашло, и Крупняк 1ХТМ35 на Спартак Тернава против Сараева в Лиге Конференций. На 55 тысяч рублей тоже зашло. Вот, у нас с вами вчера был день в плюсе. Кто был подписан, да, на мой телеграм-канал, вчера у нас в лайве 2 из 2 залетело. Так что, народ, ссылка на мою телегу есть в комментариях под видео. Переходите на выходные, там у нас будут экспрессы и дополнительные динары на все эти матчи. Я туда скидываю каждый день. Кому интересна такая движуха, залетайте ссылку в комментариях, жду всех максимально в моем телеграм-канале. Надеюсь на вашу поддержку, да, дубль 2. Поехали. Значит, смотрите, получается, у меня хоть-то звук идет, раз-раз, вроде идет. Получается, первый матч в это видео, это у нас Кельнг-Гамбург. Это у нас с вами начало, немецком Бундеслиге второй. Вот. У нас, конечно, Гамбургу, да, очень и очень не повезло. В прошлом году у нас, какой-нибудь в курсе, в Бундеслиге 2, две команды первых выходят напрямую в Бундеслигу. Третье место попадают в стыке и, получается, место четвертое у нас никуда не выходит. И Гамбург умудрился занять именно то самое четвертое место в Бундеслиге 2. А у нас Кельнг на борт вылетел, да, в Бундеслигу 2 из Бундеслиги. И что самое интересное, да, весь юмор этого матча в том, что у нас самый главный бомбардир Кельня, Дэви Зельке, который он забил 6 мячей за 21 игру в прошлом году за Кельнг, у нас он перешел, как вы думаете, куда? У нас он перешел именно в Гамбург. И в этом матче у нас он будет играть против своего бывшего клуба. И я даже не уверен, что в этом матче у нас он забьет, на самом деле. Вот. У нас Гамбург реально неплохо усилился, да, тем же самым Зельке из Кельня. А вот у Кельня ушло там парочку ребят, реально очень ваших. Вы знаете, да, когда у нас команда влетает в лигу ниже, у нас там игроки уходят из команды. И Кельня реально не стал исключением, потому что у нас у Кельня явные проблемы. Вот. Я думаю, в этом году будет Кельня тяжело. У нас в этом матче Гамбург играет на выезде. У нас Гамбург в прошлом году в Бонстике 2 забил 64 мяча за 34 мяча. В принципе, в среднем, да, почти 2 мяча за игру он с Гамбургом забивал. В принципе, играет неплохо и явно усилился. Я в этом матче жду голы, вот. Даже в этом матче на УЗ рисковать не буду голиком Кельня. Просто возьму больше ног Гамбурга, минимум 1 я от них жду. За 1,5 в этом матче я беру. Думаю, минимум 1 такой Гамбургер забить в этом матче должен. За 1,5, как по мне, котировка весьма неплохая для голика Гамбурга. Вот. Такие мы мысли, такие варианты касаемо матча Кельня и Гамбург. На все эти варианты, да, не только на все эти варианты, на какие-то свои варианты вы можете загрузить в компании Mostbet. Это очень хорошая компания, там линия широкая. И самое главное, что бонус до 35 тысяч рублей на ваше первое пополнение там дают. Вот. Просто там регистрация в один клик буквально занимает 125% на ваше первое пополнение. Вы можете получить, да, до 35 тысяч рублей на ваше первое пополнение. Как по мне, очень щедрый бонус. Там дают. Кому-то интересно. Ссылка оставлю в комментариях. Переходите по ссылке, вводите. При регистрации мой код Super25. И вам там дают бонус до 35 тысяч рублей на ваше первое пополнение. Кому-то интересно, залетайте. Компания очень и очень неплохая. Там выплат моментальный. Кто там, чтобы это не БК не знал, да. Ссылка будет в комментариях, промокод там же. Получается еще один матч. Это у нас, значит, Акрон Динамо. Здесь что-то какая у нас, получается, с вами Динамо уже провели, так как, в принципе, и Акрон. Два матча в РПЛ и матч в Кубке. В Кубке России у нас Акрон. Сделано правильно, что они делали очень хорошую ротацию, да. В матче с Рубином там они 0,4 проиграли на выезде в Кубке. Но там была ротация. И правильно делать Акрон, что у нас он сливается с Кубкой России. Потому что когда у нас команда, да, команда выходит в РПЛ, с ФНЛ, им очень сложно. Им нужно остаться в РПЛ первый год хотя бы, да, чтобы закрепиться. И Кубок России это очень сильная еще дополнительная нагрузка на игроков. Поэтому Акрону этот нафиг кубок не нужен. И они это правильно делят, потому что у нас они там сделали дубль и слили этот кубок нафиг, вот. У нас в РПЛ Акрон за два матча в РПЛ забил в двух матчах по два мяча. На выезде две игры были, прикиньте. Локомотиву хоть 2-3 приграли, да, Локомотиву. Но там только они в конце лишь пропустили третий гол. Два мяча забили на выезде Локомотиву. И 2-0 выиграли у Факела. Там, конечно, не без везения, да, у нас у Факела была красная, да, там у Марков удалился в первом тайме. Но Акрон абсолютно по делу в том матче выиграл. Реально там он с Акрон играл лучше. Вот, дожали, выиграли 2-0 весьма уверенно. И у нас Динамо в обороне играет плохо. У нас Динамо и в прошлом году много пропускали. И в этом сезоне у себя дома, да, 2 до матча-матча в РПЛ. Локомотив им забил, там он с Локомотиву играл лучше. И Факел им тоже забил. И Спартак 3-0, 3 мяча забил. Там, конечно, была у Динамо ротация, я понимаю. Но 3 мяча пропустили. В обороне Динамо играет реально плохо. В этом матче, если будет ОЗ, там будут котировку на 1-6. Это очень маленький, да, очень маленькая котировка. Поэтому просто Гольк Акрона больше одного Акрона за 1-8. Играть в Тольятти – это первый домашний матч Акрона в РПЛ, да. Как бы будет. Будет полный стадион, я уверен. Поэтому, ну, минимум один такому Динамо Акрону, я думаю, забьет. Больше одного Акрона за 1-8 в этом матче. Я беру, как по мне, это очень уверенный вариант. Вот. Если там у меня только не будет каких-то красных ранних, да, у Акрона, то я думаю, Акрону минимум один забит должен. Больше одного Акрона за 1-8 в этом матче я беру. Такие мои мысли, такие мои варианты касаемо двух матчей на… Получается один матч на пятницу, один матч на субботу, на РПЛ и на БУСЛИК-2. Надеюсь, максимально вашу поддержку, еще больше вариантов, еще больше экспрессов будет в моей телеге. Ссылка есть в комментариях, залетайте, жду всех максимально на выходные. Там будет пресс, кому-то интересно, заходите. Там вот много всего интересного. Надеюсь, максимально вашу поддержку. Желаю всем удачи, желаю всем больших побед и всем пока.